С Виктором Севковым работает в группе. Он еще успел поработать немножечко в той группе, которой руководил Маурицио Маркетто. Ну, Севков в какой-то степени много взял итальянского тренера и продолжает работать по многому по его методикам. И эта методика очень Даниле подходит, по крайней мере, пока, как вот он считает. И дает плоды, и хорошие сборы были в Анапе, в Казахстане, хорошая команда сложилась. Поэтому, ну, в основном пока, правда, Данила выступает за счет средств региона. Но пока такая возможность есть, это здорово. Задача на сезон старается, в общем, как-то не концентрироваться на каких-то отдельных результатах Данила, а прежде всего думает о общем росте, о том, чтобы вот осваиваться во взрослой компании, смотреть, как растут результаты, как надо какие-то тактические уроки принимать в борьбе с сильнейшими. Ну, вот ему в сопернике достался один из опытнейших немецких стайеров, Мориц Гейшрейтер и человек, который, в общем-то, характером обладает и результатами достаточно высокими. 6.13 его лично и в этом сезоне 6.19.92, то есть с 6.20 уже бежал. Поэтому, в общем, неудивительно, что сразу где-то в районе 31 секунды немец взял темп, а Данила пока не рискует с ним бороться именно в этом темпе. Ну, пока, да, уступает он порядка 2-3 десятых секунды на круге по скорости. Ну, с другой стороны, это пока только треть дистанции. Первая треть дистанции пройдена даже чуть меньше. И, конечно, мы прекрасно помним, как менялись по ходу дистанции забеги. И, по крайней мере, пока что Мориц, что Данила достаточно уверенно выглядят. Такие, в общем, достаточно хорошие шаги. Может быть, чуть-чуть хочется помощнее выталкивания, но это уже так из придирок. А спокойно, в общем, себя чувствует пока на дистанции. Ну, сейчас на очередном круге оба спортсмена чуть ускорились. И за 31 секунды был круг у Гайзрайтера, 31 ровно у Семерякова. Ну, чуть-чуть затянут, конечно, там бяга так чисто визуально у Семерякова. Так антропометрически как раз оба спортсмена, они где-то одинаковые, очень высокие, рослые спортсмены. Мориц немножко повыше, мне кажется. Ну, с другой стороны, в общем, ориентиры надо понять еще. Да, это первый международный старт сезона. Для Данила, я вот не помню, в прошлом году. Я, честно говоря, не помню его. Принимал участие, он точно стартовал в масс-стартах. Но, тем не менее, все равно, в общем, для него группа, длинные дистанции, это, в общем, все равно дебют, все равно открытие. Поэтому надо еще как-то найти свое место. 31,5 очередной круг Семерякова. Не могу сказать, что очень ровно проходит этот бег, все-таки такой разброс в 0,5 секунды. Да, причем вверх-вниз, да? То там было 31,3, 31,4. Потом вроде бы маленький рывочек до 31 на круге. Сейчас снова 31,5. 31,4. Но дальше, по крайней мере, не падает. И, в принципе, старается так за спину соперника хотя бы взглядом цепляться. Ну, на самом деле, это такая достаточно близкая дистанция от Гайзрайтера. И, в принципе, учитывая, что 3 километра уже пройдено, сейчас как раз самый ключевой момент, чтобы, если остались силы, попытаться включиться и достать 1-2 очередной круг Гайзрайтера. Но это ускоряется как раз Данила. 31,1 очередной круг Семерякова. Да, ну и 2 с небольшим секунды, которые между ними сейчас за 1,5 километра до финиша были, это, в общем-то, не расстояние для 5-километровой дистанции. Это можно легко отыграть, можно легко растерять. В общем, все, что угодно может произойти. Так, вроде бы, из поворота поэнергичнее выходит Данила. И это как раз дает ему результат, вы видите, уже из 31 секунды. И уже секунда с небольшим всего лишь преимущество немца. Сейчас, правда, он еще маленькую передышку получит за счет внутреннего радиуса. И по большой дорожке Даниле догоняется чуть-чуть тяжелее, да? Так вот психологически вроде бы казалось уже почти достал и снова соперник отъехал. Это не про секунды, это как раз про расстояние. Ровный круг, ну вот, да, не хватило. Немножко... Да, но за два круга до финиша здесь сейчас будет, конечно, тяжеловато Семерякову сократить это расстояние. Хотя за счет сейчас работы на малом круге, хотя видно, что уже подустал. И начал качаться вверх-вниз, и голова так пошла в разнос. Ну, в общем, чистоты техники не получается сохранить. Хотя по динамике последние круги намного интереснее смотрятся тем в начале. Просто не хватает мощности, достаточно высоко уже приподняло спортсмены из посадки. 31,6 Гайзрайтер, 31,7 Семеряков. Да, и снова две секунды уже есть разрывы между ними. Но, по крайней мере, нельзя упрекнуть в каком-то безволии Данилу Семерякову. В отличие от нашей футбольной сборной, он старался и выкладывался на этом забеге. И проявил себя, ну, я думаю, что с лучшей стороны. Опыт придет, будет и ровнее раскладка. Проанализируют и с тренерами национальной сборной, и с тренером своим личным. 6,36 и 64, но, конечно, по скорости заключительного круга, понятно, что выложился до конца. Но он немножко не хватило на последние буквально там 2-3 круга. Ну и Морец 6,33 пробежал, что, в общем, лишний раз говорит о том, что... Я думаю, что победителю из 6,20 здесь сложно будет выбраться, скажем так. Ну, посмотрим. Там, конечно, люди знатные побегут в последних парах, о которых, чьи имена мы не раз уже упоминали. Ну вот, опять же, да, может быть, этот рывочек на круг позже бы начать, и было бы совсем по-другому. Может быть, немножечко рано рванул. Ну, достаточно неровный бег все-таки получился. Это стоило на определенных усилиях. Но вот зацепись он за Гайзрайтера... Объективно можно было бороться в паре, да. 6,33 и 6,36. Да, мог бы быть результат прилично лучше, скажем так. Томас Хенрик, Сёфтеланд и Алексис Контен сейчас на дорожке. Ну, место в норвежской сборной освободилось после того, как Ховард Бока в этом сезоне принял решение как-то так, ну, перезагрузиться, что ли. Пере... потеря мотивации. Такая вот очень странная формулировка прозвучала летом. И, судя по всему, один из лидеров норвежской сборной пропустит сезон. Хотя, с другой стороны, в общем, именно об отсутствии этой мотивации, о поиске этой мотивации мы, наверное, говорили, комментируя о забеге Ховарда Бока последние несколько лет. И, в общем, ничего удивительного в этом нет, в том, что он решил как-то ее искать. Просто другое дело, пути поиска бывают разными. Можно продолжать тренироваться в соперничестве, тем более, что в норвежской сборной есть с кем ему соперничать. Но вот призер Олимпийских игр, еще ванкуверского разлива, решил передохнуть. И в этом сезоне одного из таких хороших стайеров мы на дорожке, скорее всего, не увидим. Ну, а что касается Софт-Иланда, 6-28-72, его личный рекорд. По большому счету, о нем в прошлом году и заговорили, как раз когда они в январе этого года, в прошлом сезоне, еще со своим напарником, такие приличные результаты показали на национальном отборе и попали на чемпионат мира на отдельных дистанциях в Коломне. Но вот как раз этот личный рекорд его там, 6-28-72 в Ставангере был установлен. И в этом сезоне пока он лучший результат именно на норвежском льду показал. Ну, правда, очень скромный. 6-43-39, что не мешает ему спокойно встать впереди Алексиса Контена, возглавить забег. Ну, или Контент сейчас ловит спину, так пока вкатывается, отдыхает на стартовых кругах. Ну, пока очень ровное начало. Я вот смотрю, судя по логотипам и тренерам, которые ведут Контена по дистанции, для меня это новой информации не знало, честно, что Контент, судя по всему, готовился с голландской командой, в том числе и со Свеном Крамером, те же тренеры, те же спонсоры. Но не исключаю, что, скорее всего, он также совмещает это с выступлением в марафонах, которые также очень сильно развиты в Нидерландах. Марафонская команда, которая практически в еженедельном режиме уже сейчас вступила в борьбу за голландский чемпионат среди марафонских команд. Ну, пока график бега увидите близкий к тому, что Морец Гайзрейтер показывал в предыдущем забеге. Но пока уступает. Ну, впрочем, Контена мы прекрасно знаем как одного из великолепных стайров. Дистанции 5 и 10 тысяч метров это его любимый. Ну, иногда видим его и на полуторке, правда, без супер достижений. Хорошие результаты на полуторке. По-моему, Контен после Ванкувера уже и не показывал. В Ванкувере еще, перед Ванкувером еще что-то было. Ну и, как следствие, те ребята, молодые французские, которые вроде бы стали появляться рядом с ним и больше как раз на полуторке специализировались, они практически так и исчезли. Раньше еще мы их где-то видели на Кубках мира, а сейчас их практически никого и нет рядом. Опять остался Алексис один и, соответственно, и команды в командной гонке мы не наблюдаем у французов. Ну, такой достойный. Ну, а за 3.400 до финиша Контена начинает выигрывать по графику бега Гайзрейтера. Ровно он сейчас проходит эту дистанцию и пока из 31 секунды все круги. Сейчас отметку посмотрим 3 километра. Но, с другой стороны, вот если брать результаты этого сезона, 2 с небольшим секунды француз уступает в достижениях Морицу Гайзрейтеру на одном и том же катке в Инселе с интервалом в неделю. Морицу бежал 6.19.92, а Алексис 6.22.19. Ну, правда, если Морицу еще как-то так думал и тянулся за Патриком Беккертом, то у Контена в национальной команде соперников нет. Он просто по своим каким-то графикам, по своим результатам бежит и бежит. Ввиду отсутствия национальной команды. Да, да. Ну, секунда пока превосходства. Ну, может быть, почетче, поровнее пройдет Алексис последние круги. И тогда сможет хотя бы из 6.30 выбежать на этом непростом льду. Ну, а норвежец, вы видите, как быстро сник, как далеко отстал. Ну, в общем, наверное, будет абсолютно неудивительно, если норвежец в этой компании последнее место займет сегодня. Ну, Softaland все-таки самый скромный личный рекорд. И рекорд сезона имеет в этой компании. Ну, лучшим результатом дня сегодня 6.28 был, да, в дивизионе B? В дивизионе B, да, 6.28.32, Нилс Вандерпул. Один из голландцев, который стал шведом. Да, 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 да. Вот он 6.28.32 показал. И следом два итальянца. Николо Тумалера и Давиде Гетто. 6.32.12.6.34.62. Ну, дальше уже достаточно плотные результаты. И вот Данила с результатом 36.64 мог восьмым только финишировать. Ну, итальянца, посмотрите. Три приличных результата в группе B в первой шестерке. Ну, и на заключительный круг ушел Алексис Контин. Выигрывает он порядка 2.7 секунд по графику бега Гайзрайтера. То есть где-то на границе результата 6 минут 30 секунд. Ну, вот теперь весь вопрос, разменяет он ли он эту границу или нет. Скорее всего, нет. Да, не хватит, скорее всего, моего скорости. 6.31.27 секунд. Тоже последний круг получился не очень быстрый. Ну, и на финиш сейчас норвежский спортсмен. Тяжело дается. Да, ну, прям совсем еле-еле доехал. 34 секунды круг. 6.44.88. Ну, правда, это его лучший результат сезона. А, нет, нет, нет. Извиняюсь. 6.43.39 у него было. Так что результат Ставангера он превзойти не смог. Ну, такие вот бывают эпизодические появления отдельных персонажей на приличных стартах без какой-то серьезной такой, может быть, базы. Что касается базы, то вот у этих ребят базы хватает. Особенно базы бега на длинные дистанции. Питер Майкл, новозеландец, и Эрик Ян Койман. Ну, вот что касается Коймана, конечно, это был, наверное, главный сюрприз прошлого сезона. Учитель географии. Да, 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 абсолютно. Вот вдруг такой чертик из табакерки выскочил и забрался на высокие позиции на чемпионате мира. Ну, это как раз та тема, которую мы очень часто обсуждали в прошлом сезоне. Уже в этом сезоне успели поговорить о том, что в Голландии, несмотря на высокую конкуренцию в классических коньках, есть такая же конкуренция и в марафонских дистанциях. И как раз вот эта специализация и большое количество спортсменов, которые специализируются на длинных дистанциях, на марафонских дистанциях, рождают вот таких чертиков из табакерки, которые действительно там даже по началу сезона, если мы посмотрим на международных забегах, которые проходили в Инцеле, проходили непосредственно на территории Голландии, очень большое количество спортсменов, которые имеют результаты из относительно гроссмейстерских 6-30. И, конечно, при этой конкуренции уровень тех спортсменов, представителей Голландии, которые пробиваются в сетку Кубков мира, конечно, заставляет только снять шляпу. Да, ну а Койман в прошлом сезоне, в общем, так достаточно вроде бы и скромно выглядел на этапах Кубка мира, но вот национальные отборы провел должным образом и в Коломне мы им немало слов про него потом рассказываем. Ну а Питер Майкл, хоть и представляет такую не конькобежную державу, как Новая Зеландия, но мы периодически видим именно новозеландских таких персонажей на длинных дистанциях, люди, которые часто круглый год бегают и зимой на коньках, летом на роликах. И с голландскими, как раз с тайрскими командами Майкл периодически тоже тренируется. Ну и результат, на самом деле, личный рекорд у Питера Майкла 6.15.19, в то время как у Эрика Яна Коймана 6.17.95. Но в этом сезоне, опять же, новозеландец имеет уже тоже высокий результат 6.21.20. В Инселе он бежал, ну а Койман на национальном отборе в Гронингене достаточно скромный для себя 6.28.80 показал. Но вот, кстати, он очень хорошо как бы так по чужим графикам проходит, но и это дает ему возможность на высокие места забираться и на этапах Кубка мира, и на чемпионатах мира. А чтобы самому блеснуть каким-то выдающимся результатом, какой-то ориентир высокий для остальных соперников поставить, вот мне кажется, что это не Коймановская история. Ну, мне кажется, во-первых, 5 километров это для него слишком короткая дистанция. Я думаю, что для него был большим сюрпризом, что он сумел квалифицироваться с пятым результатом на национальном отборе для участия в Кубке мира. И проиграл, в принципе, 8 секунд Крамеру. Наверное, вот гендикап относительно Крамера, в принципе, в исполнении Коймана это достойно. А что касается Петера Майкла, да, действительно, я сейчас с удивлением поняла, что мы, наверное, завтра увидим впервые команду Новой Зеландии в командной гонке-преследовании, потому что сразу два представителя Новой Зеландии стартовали в дивизионе «Б» и даже один представитель Австралии. Так очень приятно, мне кажется, вот эти флажки наблюдать в нашем конькобежном мире, который зачастую с каждым сезоном сокращает и сокращает количество стран, участников. Но вот в этом сезоне все-таки видно близость Олимпийских игр уже чувствительно, поэтому даже такие экзотические для последних лет конькобежного спорта страны принимают участие в этапах Кубка мира и позволяют себе столь далекие перелеты, потому что, конечно, начало сезона в Азии – это не совсем традиционно. Но с другой стороны для новозеландцев шанс. Но они же не в Новой Зеландии тренируются. Может быть, заезжали домой, а потом уже так как по пути и на Кубок мира. Случайно. Да, ну, что касается новозеландской команды, да, действительно, вполне может быть. Но если того же Шейна Добина мы вместе с Питером Майклом прекрасно себя представляем, то третий персонаж новозеландской сборной – Рейн Кей – это абсолютно новое имя. Надо будет к завтрашним забегам еще какую-то любопытную информацию про него постараться найти. Ну, 6.38.93 Кей пробежал в группе «Б», да, действительно, три новозеландца могут составить очень хороший коллектив. Но, наверное, все-таки не для борьбы за высокие места, потому что такие ребята все-таки с акцентом на стаирские дисциплины и все трое. Кто их разгонять будет для высокого результата в команде, да, удержать свою скорость? Они удержат до конца, но вот они ее не зададут высокой. Ну, а у нас здесь очень интересная борьба в паре, и оба спортсмена сейчас бегут на лучшее время из проведенных забегов. Поочередно они меняются в зависимости от того, кто проходит очередной круг по малой дорожке, по малому радиусу. Ну, и мы помним как раз Петер Майкл, по-моему, в прошлом году там, на 10 километрах в Солт-Лейк-Сити, там была такая очень борьба интересная в забеге с одним из, по-моему, представителей Голландии, если я не ошибаюсь. Поэтому, наверное, для великобежцев, которые очень в контактном таком виде спорта выступают, это очень так характерно. Ну, это привычно, да? Привычно. Они очень хорошо себя чувствуют вот в этой обстановке, ну, а прекрасно слышны возгласы всех тренеров, народ безмолвствует, как практически у Бориса Годунова. Реакции китайской публики мы пока вот здесь не видим никакой. Ускорение от Эрика Яна Коймана, понимает он, что будет финишировать по большой дорожке, и так 33, самый быстрый сейчас круг делает из тех, которые мы успели понаблюдать. И на финише, похоже, да, выигрывает он в забеге. Не хватает чуть-чуть скорости у Петера Майкла. И Койман на финише будет с лучшим результатом дня. 6,26,43 секунды, 30 секунд ровно заключительный круг. И 6,27,9 секунды результат Петера Майкла. Ну что ж, уже вот веселее становится, интереснее нам понаблюдать. Да, безусловно, нет, в длинных дистанциях тоже есть своя прелесть. Просто, ну, наверное, не совсем ощущают ее те, кто говорят, что там длинные дистанции надо убрать из программы. Ну, жалко просто, что мало кто, кроме голландцев, может создавать эту красоту на длинных дистанциях. Ну, да, 6, ну, правда, 6,26,43. Ну, мне кажется, что такой результат может даже и не дать ему возможности в шестерку попасть, Койману. Вот в прошлом сезоне он где-то шестые, седьмые позиции так прошелся по Кубку мира, почти по всем этапам. И благодаря этому стал девятым в общем зачете. Смотря на результат Коймана, мы теперь вполне можем предположить, что Крамер-то должен выбежать из 6,20? Ну, да, должен, конечно, но вот я не думаю, что кроме Крамера, Бергсма и Блюмина, ну, может быть, еще Педерсон, вот последние два забега, вряд ли кто-то кроме них выбежит из 6,20 и сильно выбежит. Так вот. Андреа Джованнини и Джордан Белкас сейчас на льду. Ну, вот, как мы говорили, добрые слова в адрес новозеландской команды, возможно, то и от итальянцев именно в командных соревнованиях стоит ждать определенных сюрпризов, потому что, ну, вот лидер, безусловный лидер итальянской сборной Андреа Джованнини, ну, и, как я уже упомянул, в группе «Б» сразу, на вершине протокола, сразу три еще результата итальянцев Никола Тумалера, Давида Геотто и Микеле Мальфатти. Есть из кого выбирать, есть как формировать команду, как выстраивать ее. И, в общем, итальянцы, при том, что практически все ребята такие в возрасте 22-24 лет, голодные до успехов, еще жаждущие, рвучиеся наверх, мне кажется, что они могут быть серьезными и опасными соперниками. Ну, самое быстрое начало, вот, спортсмены нас продемонстрировали, такие уже по-серьезному настроившиеся на борьбу за высокие секунды. Ну, а Джордан Белкес, благодаря, опять же, сотрудничеству с Тедом Яном Блуменом, тоже в последнее время очень прилично поднял свой личный рекорд. Очень быстро, 29-0, 29-3. Пока лед не казался нам столь быстрым. Ну, наверное, пока по первым кругам, да, вряд ли стоит далеко идущие выводы делать. Но, тем не менее, это показывает уровень готовности, что спортсмены, видимо, неплохо себя чувствуют и в тренировках. Показывали эти результаты, хотя вот здесь уже видно, что после первого круга, 29, ровно очередной круг. Да, мы вернулись уже в полторы секунды. Фабрис, да, кого мы не так часто видим в последнее время. Энрико Фабрис, олимпийский чемпион многократный, король Турина. Ну, по-моему, последний где-то год или два, да, уже переключился уже окончательно на тренерскую работу. Но при этом он как-то совмещал, он и был на чемпионатах, проводимых в шортреке. Такую конституционную деятельность осуществлял. Сейчас, вот, видимо, как второй тренер здесь присутствует. Вместе с Маурицио Маркетто. Да, поэтому, в общем, мы не удивляемся такому прогрессу итальянской команды на стаирских дистанциях. Это, в общем, закономерно. То, что Маурицио Маркетто умеет готовить спортсменов на дистанции от полутора тысяч метров и длиннее, в общем, в этом сомнении не возникает. Ну, тут практически в одно время пока бегут спортсмены. И здесь мы тоже наблюдаем такую контактную борьбу. Да, но сейчас они после такого быстрого и, с моей точки зрения, да, слишком авантюрного начала. 29 секунд, я думаю, что, ну, разве что Крамер, наверное, себе позволит и то, я думаю, достаточно осторожно начнет, учитывая, что лед здесь не отличался какими-то там быстрыми секундами. Ну, сейчас Белл, сейчас очередной круг уже 31 секунда, но Джованнини пока держит скорость круга по аналогии с предыдущим забегом, где-то в районе 30 с половиной секунд. Ну, с другой стороны, если они сумеют вот эти вот тут же Джованнини 30 с половиной сохранить до конца, то как раз вот этот задел, который он сделал на первых двух кругах, и даст ему успех на финише. Это, конечно, такая редкая для длинных дистанций тактика, но вот Джованнини сейчас яростно пытается поймать спину Велкаса, но тому тоже, в общем, подсказывают, что не надо подставлять, давать такое преимущество своему оппоненту. Отметка 3 километра сейчас, 38. Ну, вот технически, мне кажется, Джованнини достаточно так чисто бежит, нет у него какого-то развала. Да, неплохо, хотя на самом деле видно, что лед может быть не предрасположенный для, там, длительных отталкиваний и долгого скольжения. Здесь больше все-таки нужен неплохой ритм бега, темп бега. Вот, но тем не менее, пока он сохраняет такую неплохую динамику, достаточно долго прокатывается на коньке, и, в принципе, так мало неэффективных шагов. Все-таки много достаточно находится в таком неплохом давлении, да. Да, и с ребра на ребро, быстрый переход. Ну, в общем, что касается... По амплитуде движения, да, такая заметная разница между канадцем и итальянцем. Да, канадец гораздо чаще, гораздо больше шагов делает по кругу, нежели итальянец, ну и напрямую тоже, в общем, существует. Честная разница. И все, за три круга до финиша тот задел, который сделал Джованнини на первых 700 метрах, уже, конечно, здесь, наверное, сказывается. В обратную сторону ли он начал проигрывать по графику бега Яна Коймана? Ну, а что касается канадца, там провал еще ощутимее, уже 32 с лишним секунды тратит на круг, ну и вот это как раз лишнее подтверждение того, что вот техника, она очень хорошо показывает и состояние спортсмена, и скорость его бега. Андрика Фабрис требует все-таки более низкой посадки от Андрея Джованнини, чтобы все-таки хоть сохранить хоть чуточку сил своему подопечному на финишных метрах дистанции еще порядка 500 метров ему бежать. Ну, к сожалению, да, за круг до финиша уже явно видно, что не хватает. Эта техника, о которой мы говорили совсем недавно, она уже достаточно серьезно видоизменилась. Конечно, эффективность сейчас уже не та, которую мы видели в середине станции, в начале дистанции. Да, и Андреа уже, видимо, будет спорить с результатом даже, может быть, Морица Гайзрайтера, а не лучшими результатами Эрика Яна Коймана. Ну, посмотрим. С Алексисом Контином, наверное, где-то в эти секунды. Ну, в 6.32, да, может быть, чуть-чуть быстрее. Нет, Контину проигрывает. 32.61. Да, четвертый результат пока у Джованнини, и седьмой результат показывает Белка. 6 минут 36,67 секунды. Ну, а это, видимо, Андреа и Морицу Маркетто можно, конечно, взять и послушать песню Владимира Семеновича Высоцкого. Но я думаю, что здесь есть какой-то свой такой резон. И, в принципе, мы подобную тактику, может быть, видели и в исполнении того же Дениса Юскова несколько лет назад на дистанциях, там, 3-5 тысяч метров. Стараться побыстрее начать, мощно начать и дотерпеть до конца, да. И помним, как много критиковали Дениса, ну, вот, когда он бегал, у него получалось там где-то 3,5 километра, почти 4 километра удержать нужную скорость для высокого результата. И только на последних кругах было такое падение. Андреа сейчас упал немножечко раньше в своей скорости. Но, тем не менее, можно предположить, что именно вот по такой же методике работает сейчас Морицу Маркетто с Джованнини и с другими ребятами итальянской команды. Очередной забег у нас на старте, мне кажется, тоже очень интересный забег с точки зрения борьбы в паре. И одни из лидеров длинных дистанций, Барт Свинкс, представитель Бельгии, и Патрик Беккерт, сильнейший из... сильнейшей скороходы с сборной Германии. Да, ну, я думаю, что... Завалился Барт Свинкс. Передержал стартер. Ну, Барт получше, наверное, выглядит на полуторке и более успешен в многоборье по сравнению с Патриком Беккертом. Патрик именно 5 и 10 тысяч метров в чистом виде своей специализации считает. Но отдельные у него такие всплески были. А в целом, конечно, на самых крупных соревнованиях он немножко уступает в результатах Барту Свинксу. Но очень близкие личные рекорды 6-13-14 и 6-13-37 у Беккерта и Свинкса, соответственно. И, в принципе, очень близкие результаты, показанные в этом сезоне. Оба вынцели. Очень долго держит стартер. Наверное, может, осечка сейчас была у стартового пистолета. Хотя сейчас стартовый пистолет, по-моему, все электронный. Ну, да. Какая-то накладка. Сейчас показывают нам как раз наставников Бильгейца. Одна из них как раз Дэшли Хилл. Это та самая голландская команда, про которую мы уже сегодня говорили. Ну, и также всем любителям конькобежного спорта известно, что Барт очень успешно выступает в реликобежном спорте. Хотя в этом сезоне, говорят, меньшее участие, меньшее количество стартов. Ну, марафон, тем не менее, Берлинский, он снова с рекордом пробежал. Ну, уровень готовности у Свинкс, конечно, феноменальный. Даже тот результат на полуторке, который он в этом сезоне уже успел показать в Инцеле. Из одной, сорока шести. Да. Говорит о многом. Очень интересная борьба нас ждет. Ну, наконец-то, с третьего раза стартовала эта парта. Тут уже Бекерт засиделся, как будто чай не допил еще свой. Но все-таки на дистанции пять тысяч метров, какие-то доли секунды задержки на старте, это не так критично, не так принципиально. И посмотрим на любопытную борьбу в этой паре. Патрик на год старше, но мы гораздо раньше именно у Барти с Свинксой услышали. Его прогрессия, его выступления еще в молодежных соревнованиях. И достаточно быстро Барт, в общем-то, включился в когорту сильнейших. И многоборные медали добывал и на чемпионате мира, и на чемпионате Европы. С этой точки зрения, прошлый год у него как раз многоборных медалей был лучшим результатом. Ну, кстати, Бекерт вернулся обратно тренироваться в Германию. Если в прошлом году он тренировался в одной из голландских команд совместно с Рейнвюст, то в этом сезоне он готовился уже внутри своей команды. Тоже такое интересное начало. Если Свинкс очень ровно начал, то у Бекерта сразу такой перепад в одну секунду. Нехарактерно это для уровня спортсмена, каким является Бекерт. Все-таки он неплохо показывал неплохие результаты на 5 километрах, на 10 километрах за прошедшие несколько сезонов. Ну, Патрик Бекерт меня всегда чем поражает, это обычно, обычно, с жаждой борьбы. И умением очень серьезно прибавить на последних кругах. Ну, здесь, правда, может быть, немножечко обескуражен тем, как начал этот бег Борт Свинкс, Патрик. И если бы, скажем, сравнивать его с тем же... Да, даже Кантеном или Койманом он был бы где-то с ними практически равнее. Ну, сейчас посмотрим. Но Свинкс очень ровно бежит. Там с началом из 30 секунд 29,6 было. Сейчас все последующие... Но на таком уровне, как никто еще до него не бежал. И он уже 2,5, почти 2,5 секунды преимущества над графиком всех остальных имеет. А, в принципе, вот Патрик Бекерт проигрывает... Уже порядка 50 метров. Свинксу, да. Но тем результатом из тех, кто пробежал до него, он проигрывает меньше секунды. Он проигрывает 7 десятых всего лишь. Ну, вот сейчас секунду 15. Ну, то есть он, в принципе, близок к тем графикам бега того же. Да, он хотелось бы видеть борьбу в паре. Как-то мы ожидали, да? Да. То, что она могла случиться. А здесь сейчас, конечно, Свинкс делает результат собственными усилиями. Без какого-то... Без помощи своего соперника по забегу. Ну, посмотрим. Небольшое угасание по скорости, конечно, ощутимо. Но всего лишь так 1,1 секунды. А у Патрика вот 31,0, 31,1. Очень стабильно. И вот мне кажется, что Барту стоит опасаться рывка Бекертон на последних двух-трех кругах. Посмотрим, как будет все происходить. 3000 метров, отметка 35. Правда, такой приличный задел над всеми остальными Барт уже сделал. Ну, так по 1,1 секунды на круге он теряет относительно скорости предыдущего круга. Но по динамике выглядит очень неплохо сейчас. Учитывая то, что идеально ровно никто по большому счету силы не разложил на этой дистанции. Пока из тех, кто мы посмотрели. Ну, в общем, наверное, ближе всех к идеалу Барт Свинкс. Койман тот же, наверное, чересчур медленно начинал, да, чтобы претендовать на идеальный график. Ну, у Коймана был очень сильный последние тысячи метров. Там два последних круга на уровне 30 секунд ровно. И сейчас, конечно, Барт, наверное, больше ориентируется именно на этот результат. Ну, его стараются подогнать, подбодрить. И он сейчас именно динамикой пытается добрать. Почаще стали шаги. Ну, вот 38. Ну, а что у Патрика Беккерта? А Патрик Беккерта из 31-й сделал круг. Едва ли, ну, если не брать стартовые, то едва ли не первый у него такой круг. Пока еще это не такой умопомрачительный рывок. Но, тем не менее, сейчас могут на очередном круге и по скорости на отрезке сравняться. 31,3 даже у Барта Свинкса. Заочно будет сейчас бороться, конечно, с результатом Эрика Яна Коймана. Ну, учитывая то, что ему два круга осталось бежать, даже уже меньше полтора, то, наверное, все-таки он может удержать свое преимущество над Койманом и прибежать где-нибудь в район 6.25. Очень громкий немецкий тренер. Ну, громкий, но действенный. Итак, за круг до финиша. 31,7 у Свинкса. 87 сотых секунды осталось с Барту Свинксу, дабы удержать скорость. А Патрик Бекер, да, там за спиной Свинкса ускоряется. К сожалению, дистанция-то не бесконечная и совсем скоро будет финиш. Но Патрик и достиг своих главных успехов-то на десятке, а не на пятерке в предыдущие года. Поэтому, в общем-то, логично, что 5 километров для него это только разогнаться. Ну, а Барту тяжело. Проигрывает он результаты Коймана. 6 минут 27.64. Становится вторым. Ну, а Бекерт, так и не догнав своего соперника по забегу, пока четвертый. 6 минут 30.92. Но, в целом, в принципе, Бекерт достаточно ровно пробежал всю дистанцию. Где-то в районе 31 секунды. Да. Лишь первый круг так достаточно быстро начал. Погнавшись за соперников, а потом проанализировал, что, видимо, в таком темпе не доедет. Ну, посмотрим. Ну, не на этапах Кубка мира, не на этих первых двух. Ну, увидим наверняка Патрика на десятке в этом сезоне. Может быть, там он как раз и блеснет. Интересно будет посмотреть на Свинкса на 1500 метров. Тем более, у него есть завтрашний день, чтобы передохнуть. И вдохнуть его, восстановиться. Такой серьезный соперник для нашего Дениса Юскова. Главное, чтобы он не падал. Что с ним часто бывает на полуторке. Причем часто бывает очень не вовремя. Не только для него, но и для остальных участников. Да, у Дефрис и Патрик Рост. Вот это действительно, может быть, и стоит отдельное внимание этому парню уделить. Парень сейчас в Инселе 15 октября. Личный рекорд установил из 6.20, 6.19.25. И довелось уже слышать очень такие хвалебные отзывы о нем. Что, мол, если не будущий Свен Крамер, то, по крайней мере, Боб Де Йо. Ну, подрастающая звезда однозначно. Потому что спортсмен лишь второй год выступает во взрослой категории. И недавний юниор в недавнем прошлом. Ну, и, собственно говоря, третье-четвертое место национального отбора у голландцев. Поэтому в Грёнингене они были очень близки по результатам друг к другу. Там всего лишь меньше одной десятой секунды их разделило. Поэтому здесь мы вполне можем ожидать такой серьезной борьбы. Жалко, конечно, что на международных соревнованиях допускают то, что спортсмены из одной страны могут попасть в одну пару. У нас, мы также это увидим сегодня у девочек в соревнованиях на дистанции 3 километра. Две наши спортсмены. Ну, мы уже это видели, как две японки бежали на 500 метров вместе в одной паре. Ну, да, наверное, вот в этом национальном соперничестве есть что-то мешающее, может быть, высокому результату на международном уровне. Но, с другой стороны, если ты силен, если ты хорошо готов, то никакой соперник не помешает тебе в данном случае показать высокий результат. Я как раз и подумала о том, что в плане голландцев очень сложно получить себе в пару другого соперника из другой страны. Потому что, конечно, на длинных дистанциях конкуренция столь высока внутри Голландии, что очень сложно впустить в эту конкуренцию даже на международной арене кого-либо еще. Разве что там, Свера Ленда-Педерсон? Ну, Свера Ленда-Педерсон и Тед Ян Блумен. Да, который бывший голландец. Ну, теперь, благо, он в другом комбинезоне бежит с кленовым листом на спине, поэтому тут уже будет. Ну, вот посмотрите, ребята сразу взялись тоже на скорость по 30 с половиной. Ну, это, опять же, спортсмены, тренирующиеся вместе, одна команда вместе, в том числе со Свеном Крамером. Там здесь очень все похоже с точки зрения технической картинки, тактической картинки. Ну, школа голландская видна, что говорить. Да, и такой чистый прокат, особенно на первых кругах, длинный шаг, мощный. Ну, что, для 20-летнего, конечно, Патрика Рёста вот эти годы рядом с тем же Свеном Крамером, да и всеми остальными участниками этой команды, это просто замечательно. Ну, и посмотрите, он еще вот антропометрически очень интересно сложен. Наверное, это, знаешь, обычно на конкурсах красоты имеет огромное значение, у кого самая длинная нога. Ну, вот Патрик Рёст, по-моему, может претендовать на титул самой длинной ноги в современном конькобежном спорте, по крайней мере, среди стаеров. Ну, по антропометрии, в принципе, как хороший многоборец выглядит, да, то есть не слишком худощав ни Бергсма, да, как марафонцы в основном выглядят, но и, в принципе, есть из чего бегать. Но в то же время и не так мощен, как в грудной глетке, как тот же, там, Тед Янблумен, да, действительно такая что-то из золотого сечения. Да, Уэйде Фрис сейчас начинает проигрывать своему более молодому сопернику по забегу. А этот молодой соперник по забегу, самое главное, что совершенно не тушуется, да, он абсолютно спокойно себя чувствует, он бежит своё и не обращает никакого внимания на чужие, там, проблемы. Это, в общем, тоже свидетельство того, что парень с характером, парень с таким внутренним стержнем. А пока они по графику бега проигрывают, их ввели сейчас от графика бега с Винкса, который был лучшим на отметке 3 километра. Но у Дауэде Фрис тоже пару кругов, проблемы очевидные, он там не делает каждый круг из 31 секунды. А вот Руст пока сохраняет неплохую картинку и пока ещё, да, выигрывает он в забеге. И, правда, немного сейчас сравниваются по скорости, да, Уэде Фрис борется, но он вперёд уже не выходит на переходной прямой, даже с малой дорожки, уступая лидерство в забеге. Ну, Руст ещё пока удерживает 8 шагов на прямой. Для такого тяжёлого льда, в общем, тоже хороший результат. Такой интересный вид с камеры наверху, видимо, по крыше передвигающейся. 31,1 Дауэде Фрис, и вот здесь вот уже проблема Руста начинается, 31,4. Сейчас будет пытаться догнать своего соперника Дауэ. Ну да, и бежать, в общем-то, ещё два с половиной круга. Думаю, что есть ещё время и место, а Руст прямо такое ощущение, что на выходе из поворота вообще практически остановился в то время, как надо было как раз чуть-чуть доработать. Да, да, да. Вот жалко, обидно, вот с этим тяжёлым, с непростым льдом Патрик не справился. Но, тем не менее, вот если вы его первый раз видите, запомните это имя, я думаю, что в ближайшие годы, может быть, не к этой Олимпиаде, а вот дальше мы часто будем это имя вспоминать. И если, скажем так, не погибнет он в этих забоях национальных отборов голландских, если он выдержит, то может вырасти в очень любопытного персонажа. Ну и опять же, вот эта вот борьба в паре, казалось бы, при скорости предыдущего круга 31,9, но должен-должен ещё больше сломаться, но здесь какие-то экстра свои возможности демонстрирует. Сейчас мы будем наблюдать такую борьбу на последних 100 метрах, но здесь за счёт более малого поворота, да, у Эдэ Фрис выходит вперёд и так энергично заканчивает эту дистанцию. Но лишь в четвёртом, 6 минут 28,34 секунды, но 31 заключительный круг Эдэ Фрис и 6,29,28 секунды Патрик Круст пятый. Да, ну что ж, тут может быть и действительно такой внутренациональный спор здесь не помог ни тому, ни другому, что не смогли ребята более высокие результаты показать, ну и пока что у нас по-прежнему 6,26 остаётся за Койманом лидерство. Да, как минимум он уже в шестёрке сильнейших, в пятёрке даже. Да, даже в пятёрке. Но вот, да, Койман пробежал, и нам казалось, что сейчас и все остальные побегут ещё быстрее, быстрее, быстрее. А не получается. Может быть, ещё немножечко подсел лёд. Я, честно говоря, в общем так, наслушавшись разговоров о проблеме со льдом, удивился, что пятёрку без заливки льда решили устраивать, решили проводить. Может быть, и стоило после четвёртой пары сделать заливку. Но сильнейшим придётся стартовать как есть. И вот у нас две последние пары. Юрид Бергсма и Тед Ян Блумен. Бергсма пока в этом сезоне выглядит достаточно скромно. В Гронингене всего лишь 6.23.32. Для него это действительно всего лишь, потому что он обладатель одного из лучших результатов за всю историю. 6.06.93. В Калгари в 2013 году бежал эту дистанцию. Ну и Юрид, безусловно, конечно, сейчас себя будет в этом сезоне очень чутко готовить, чтобы быть абсолютно... Ой, какой сбой. Не сильно заметный, но тем не менее на первых шагах, буквально на входе в поворот, по сути. Ну здесь не обладая скоростью стартовой, конечно, Юриду сейчас тяжело догнать Теда Яна Блума. Но он понимает, что ему нужно изо всех сил эти первые стартовые шаги делать, дабы не потерять слишком много времени на 200 метрах. Поэтому так намного больше усилий ему потребовалось, чтобы разогнаться. Ну, тем не менее, в общем, сейчас встали они вровень. Спортсмены одного поколения, одного года рождения, на полгода Тед Ян Блумен, помладше Юрия Тебергсмы, ну, в общем, они знают друг друга-то, в общем, еще со всех юниорских возможных команд. Ну вот, стартовый отрезок Теда Яна Блумена, наставнику канадской сборной, очень понравился. И он его подбадривает прямо. Very nice, very nice. Ну, мне кажется, такая гроссмейстерская сегодня скорость в районе 30 секунд ровно, если иметь... А я думаю, что эти два... Я бы даже сказал, уже на международного гроссмейстера тяги. Да, 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 эти два спортсмена явно сейчас побегут на лучший результат из проведенных забегов, по крайней мере, должны быть настроены на это. Тем более, останется всего лишь нам одну пару вслед за ними понаблюдать, где будет стартовать Свен Крамер. Поэтому в случае с Юритом Бергсмей, как обычно, это должен быть бег с таким замахом на то, чтобы Крамер его не догнал. Ну, мне кажется, сейчас на этапе Кубка мира, на первом этапе Кубка мира, вряд ли Бергсмейстер ставит себе такие задачи, ставит себе такие цели, потому что... Слишком хорош Крамер в этом сезоне. Слишком хорош Крамер, что, в общем-то, тоже достаточно удивительно для начала сезона, но об этом мы еще поговорим. А потом, ну, что, Бергсмейстер бороться за старский Кубок мира, ставит себе цельный сезон? Нет, конечно, он будет ставить себе цельный сезон чемпионата мира на отдельных дистанциях, а он в феврале. До него еще огромное количество времени. И, в общем, это вполне логично для 30-летнего спортсмена, чтобы экономно расходовать силы и подводить себя к самым-самым главным стартам. Ну, и Свен Крамер, конечно, тоже того же, 86-го года рождения, но Свен Крамер у нас, даже несмотря на успехи Бергсмей, все равно в какой-то отдельной лиге существует. Несомненно, да. В Лиге Богов такой вот. Целая эпоха уже связанная с именем Крамера. Он единственный столь многократный чемпион Европы в многоборье и чемпион мира в многоборье. Да, ну и в отличие от тех его соотечественников, которые блистали в многоборье, но обычно проваливались на Олимпийских играх, типа Рентерицмы, он достаточно внушительную коллекцию и Олимпийских золотых наград имеет, хотя были случаи, когда он не досчитался явно своих Олимпийских наград. Или получил, но не того достоинства, которого я ожидал. Юрид Бергсман достаточно уверенно уезжает от Тед Ян Блумана. 32 очередной круг Бергсмы, 36 Тед Ян Блуман. Он лучший отрезок демонстрирует Бергсмана в трех километрах. Ну а у Блумана все по-прежнему в Иринайс, судя по... по крайней мере, по мнению тренера. Ну, может быть, действительно в Иринайс для вот этой готовности, для этого этапа. Хотя, еще раз повторюсь, именно Теду Яну Блуману принадлежит лучший результат сезона в мире. Пусть даже мы говорим о самом первом международном старте, но вот национальные старты уже были, и с них тоже были получены высокие результаты. И 6.11.64 в Калгари еще в сентябре, в конце сентября, пробежал Тед Ян Блуман. Ну, можете сами дальше фантазировать, что вряд ли в сентябре был какой-то выход на пик. И, соответственно, вот при таком этапе подготовки он взял и 6.11 уже пробежал. Потенциал, конечно, есть. Тед Ян Блумана никто этого не отрицает. Ну а как еще это отрицать, если человек мировой рекордсмен в беге на 10 тысяч метров? Почти 5 секунд выигрывал по графику бега Эрика Яна Коймана Юрет Бергсма. Два круга до финиша остается. 34 очередной круг Бергсма. Очень ровно он проходит эту дистанцию. По-прежнему 5 секунд. Где-то на 6.20 должен быть итоговый результат. Ну а вспомни, как минут 20 назад, увидев результат Коймана, мы уже начали считать. Мы уже целый такой ворох претендентов на то, чтобы выбежать из 6.20 насчитали. А вот сейчас получается, что Бергсма и, может быть, Краймар. Потому что вот при том, как все бегут, я уже сейчас и не поверю в то, что Свера Лунде Педерсон будет готов бежать из 6.20. Скорее всего, нет. На пьедестал, да, но не из 6.20. Но это тоже не будет результата из 6.20. Имею в виду, Бергсма должна на 6.20 ровно не получится, учитывая, что Койман очень здорово пробежал два заключительных круга. Здесь, конечно, будет где-то на 6.21-6.22 результат. Да, 22.38. Но, тем не менее, Бергсма становится первым. 38 его заключительный круг. 6.29,81 секунды. Тед Ядбломан лишь седьмой. Но веренайс. Но веренайс. Надеюсь, им понравилось. Ну что ж, и заключительный забег у нас сейчас для окончательного распределения наград Свера Лунде Педерсон и Свен Крамер. Лидер у нас теперь Юрит Бергсма. 6.22.38, Эрик Ян Койман. Второй. Ну, а пока вот, да, напоминает нам и Бартсвингс третий. Майкл, Дефрис. Пэр-Эйт. И восьмая пара. Идерленд. Свера Линдер Педерсон. Норвей. 24-летний Свера Линдер Педерсон. 6 минут 10 его лучшее достижение. И обладатель мирового рекорда 6 минут 3,32 секунды. Свен Крамер. В минувшем сезоне Свен выиграл 5 километров по сумме этапов Кубка мира, проведенных. Правда, одинаковые очки они показали с Юритом Бергсмой, но на финале Крамер был быстрее. Ну и на финале просто большее количество побед у него. Он выиграл 4 забега из 5, в которых принимал участие, а Бергсман ту же сумму собрал, потому что на всех этапах принимал участие. И выиграл вот как раз только тот этап, где не бежал Свен Крамер. А еще один раз Свен Крамер выиграл как раз на 10 километрах Тед Янблумен. Поэтому логично Свен Крамер. Очередной еще титул себе добавил. Самое быстрое начало тем временем у Свера Линда Педерсон. 200 метров были быстрыми. Третий результат этого сезона в мире имеет Педерсон. 16,88 секунды было показано в начале октября в Инцеле. Но опять же такое достаточно аккуратное начало. Мы, Игорь, с тобой угадали, что Джованнини был самым быстрым на первом круге. Лишь он отважился сделать его 29 секунд ровно. Даже вот метры в лице Крамера. 29,8 и 30 секунд ровно у Линда Педерсона. Ну, самое главное, чтобы Джованнини сам понимал, как у него это получилось. Очень интересный второй круг. Крамер пока не настроился явно на график бега. Слишком медленно проходит второй круг. Большое западение по скорости. Тяжелый лед. Ну, может быть. Просто, как мне кажется, Свен, уже обладая таким огромным опытом, иногда любит и в кошки-мышки со своим соперником поиграть. И где-то вот так же лишних там круг-другой присмотреться. Ну, вот он тебе ответил. 31 предыдущий круг, 32 сейчас. Да, и если у вас, Варвара, есть ко мне вопросы, то, пожалуйста, значит, я их сейчас... Ты сейчас от Крамера выступаешь? Да, 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 я перевожу с голландского. Вот, то, соответственно, вернее, с конькобежного, да, с языка цифр, которые он показывает. Ну, я Крамеру отвечу, конечно, что для него это не очень характерно. Да, бывает такое, но опять же говорит о том, что все-таки вот и Свен Крамер бывает, ошибается немножко, потому что сейчас вот очередной круг 29,9. То есть, поняв, что за Свера Люнда Педерсоном ему ориентироваться не стоит, то поехал в своем ритме, в своем темпе, со своей свойственной ему манерой. Потому что, на самом деле, когда, конечно, Крамер бежит на высокие результаты, он бежит очень ровно. 29,9 очередной круг. Но вот сейчас, видимо, поймал он ту скорость, которая требуется для того, чтобы выиграть сегодня. Хотя сейчас по текущему графику проигрывает он сразу. И графику бега Тедьян... Ой, извиняюсь, не Тедьян Блумана, конечно же. Да, Эрика Яна Кояблова. И нет, скорее всего, это Бергсма. И второй лучший график был у Барта Свинкса до трех километров. Поэтому, конечно, вот пока уступает он. Но сейчас, видимо, уже обошел виртуальный график бега Свинкса, проигрывая только Бергсме. Ну и да, наверное, за счет вот этой вот секунды, проигранной на втором отрезке, когда... Ну, сейчас как раз нам будут показывать сравнение с Бергсмой. Да, как раз сравнение с Бергсмой. И скорость круга, 7 сотых проигрывает, но при этом бежит на полсекунды быстрее круг. 32 на этом отрезке было у Бергсмой. И на 29,7 Свинкрамер. Абсолютная машина. Ну, здесь, наверное, еще сказалось, вот все-таки первый старт на международной арене. И все, конечно, друг друга еще не до конца чувствуют. Поэтому, наверное, вот этот вот второй отрезок, второй круг, который показал Крамера, скорее всего, все-таки большим ориентиром для него в этот момент был Свера Леонда Петерсон, который вроде бы по уровню показанных им в этом сезоне результатов должен был составить, по крайней мере, в начале дистанции должную конкуренцию Крамеру. Ну, да, 6,17,88 у Свера в этом сезоне. Третий результат. И, в общем, не так уж и много, там, 4,5 секунды отставания он Крамера, если личные, ну, достижения брать сезонные. И снова сравнение с Бергсмой. Снова на 0,3 на этот раз быстрее. И полсекунды уже преимущество на 0,45. Очень четко так дышит под шаг. Все, все, действительно, вот, он машина не только в том, что выигрывает и выигрывает без конца, а вот даже просто, я не знаю, какое-то вот ощущение какого-то такого четко отлаженного механизма просто на его, возникает, когда ты смотришь на его движение по льду. У него вот все такое, причем еще такие четкие границы у каждого движения, у каждого выдоха даже, вот четкое обозначение есть. Ну, тяжело дается даже Крамеру, видно, по мимике и по тому, как бежит он на дистанцию. Несмотря на то, что там в первой части были определенные проблемы с настроем, в каком ключе бежать эту дистанцию, одна секунда не выбежит, я думаю, он, скорее всего, из 6,20. Так что, Эрик Ян Койман действительно может быть очень доволен своим результатом. Он сейчас, когда все закончится, он в любом случае доволен своим результатом, потому что это первый в его карьере пьедестал на Кубке Мира. И на пяти километрах, даже не на десятке. Потому что он двукратный призер чемпионатов мира в Херенвене и в Коломне на десяти километрах. Да, 31 секунда заканчивает Крамер. Выигрывает он без какой-то легкости, конечно. 6 минут 21,61 секунды. Ну и вот удивительный, на самом деле, результат у Свера Лунде-Педерсона. 6 минут 33,84. Аж 13 место. Многим лидерам он проиграл. Ну и первый полный голландский подиум в этом сезоне состоялся прямо здесь и сейчас. В общем, легко было представить себе такое, легко это было предположить, что пятеро голландцев из 16 участников как-нибудь оттеснят всех остальных от распределения медалей. Так оно и получилось, ну, шестой и седьмой, да, у Дефрис и Патрик Рюст получились в итоговом протоколе. Так что только Барту Свинксу и Петру Майклу в какой-то степени довелось конкурировать со сборной Голландии. Ну, да, действительно, вот такое превосходство голландцев на стаирских дистанциях, оно во многом убивает интерес всех остальных заниматься этими дистанциями. Поэтому, может быть, и думают о том, что-то убрать из программы. Ну, не потому, что это скучно, а потому, что надо как-то конкуренцию возрождать. Ну, с Берксмой там сразу идет разбор полетов по горячим следам, что получилось, что не получилось. Ну, наверное, ему сложно было, выступая перед Крамером, претендовать на что-то большее, нежели вот... И так, в общем, совсем немного, он ему меньше секунды проиграл. Ну, и, глядя на результаты лучших, отметим, что Данила Семеряков 14-е время показал. Да, всего лишь на 0,03 секунды опередил он Джордана Белкаса на 0,08 секунды.